Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, dear ladies and gentlemen. Прошу всех присесть, мы начинаем. С качества информационной справки у нас будут иностранные доклады, и кто не приобрел специальное устройство для синхронного перевода, можете это сделать в фойе нашей конференции. Итак, позвольте всех вас еще раз поприветствовать. На 6-й научно-практической конференции от ларингологов и сурдологов ФМБА России с международным участием. Открыть конференцию и выступить с приветственным словом приглашается президент нашей конференции, главный специалист ФМБА России, профессор Яков Александрович Накатис. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы выбрали очень оригинальное время. Казалось бы, сессия студентов, завершение учебного года, начало отпускного периода, но мы не могли себе отказать в удовольствии пригласить вас на праздник белых ночей. Это уникальное явление природы, которое в Петербурге наступает ежегодно, но не всегда удается его посетить даже тем, кто здесь проживает. Поэтому погода заказана, великолепная, дождь не ожидается, и эти два дня, которые будем работать, они, в общем-то, должны вечером вам преподнести еще много-много сюрпризов. Мы находимся в самом сердце Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне, Петербургской стороне, когда образовался Петербург. В 1703 году именно на Петроградской стороне имеется домик Петра Первого, деревянный дом, который сегодня таким кирпичным саркофагом закрыт на набережной, недалеко от знаменитого крейсера «Аврора». И вот эта Петроградская сторона уникальна тем, что здесь велась не хаотичная застройка. Здесь все улицы параллельны и перпендикулярны. Это с самого начала, когда Петр Первый лично рукой расчертил этот Петровский остров. Уникальная ситуация. Чему посвящена наша конференция? Вы знаете, что в Министерстве здравоохранения России осталось только одно федеральное агентство. Это федеральное медико-биологическое агентство. Оно оказывает сотрудники этого агентства, оказывают медицинское содействие, помощь. Оказывает медицинскую услугу, если как сейчас говорят, более чем 4 миллиона человек в России. Это люди, которые создают ядерный щит страны. Это люди, которые защищают нас. Это люди, которые обеспечивают нашей стране серьезное такое паблисити во всем мире. Ну, как предыдущий первый, вернее, министр среднего машиностроения, который мы обслуживаем, господин Славский говорил, только благодаря тому, что мы есть, ну, так образно говоря, нас боятся. Но нас не нужно бояться. Мы оказываем этим людям, которые делают, добывают, перерабатывают и делают конечный продукт из тяжелого металла уран, из легкого металла бериллий. Они сделают ракетное топливо. Они обеспечивают страну той независимостью, в которой мы живем. Эта работа сложная, трудная, и на нас, лирингологов, ложится колоссальная миссия. Более половины профессионально зависимых заболеваний оказывается подвластно от ринолирингологам. На сегодняшний день практически все наши сотрудники, работающие на спецпроизводстве, подвержены пылевому фактору поражения, шуму, вибрации, интоксикации. Все это изучаем мы, лирингологи. Мы специально не делаем профпатологическую конференцию, потому что общая заболеваемость в нашей специальности – это практически зависимое от внешней среды. И производственный фактор тоже является внешней средой. Я как пример вам приведу такой факт, что на некоторых наших производствах, в некоторых цехах, работают только глухие люди. Они не могут работать, то есть слышащие люди не могут работать в этих цехах, потому что шум, который производит это производство, не подвластен никаким защитам. И вот эти люди их находят, обучают, и они всю жизнь остаются глухими. Сегодня есть способ, который дает возможность этому человеку выйти из рабочей зоны, одеть речевой процессор и стать социально пригодным для общества. И вновь придя на работу, снять речевой процессор и снова работать. То есть наша специальность глубоко социальна. Поэтому все доклады, которые здесь будут, на любые темы – это социальная защита человека. Я вас благодарю за то, что вы приехали. География просто колоссальная. Мы даже не ожидали, что будет такой успех. Более 300 человек зарегистрировалось, народ подъезжает. И практически все докладчики на месте. Поздравляю вас с началом конференции. Спасибо большое, Яков Александрович. Для приветственного слова приглашается главный утролинголог Российской Федерации, директор научно-клинического центра утролингологии, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор Николай Аркадьевич Дайхис. Спасибо. Доброе утро. Я приветствую президиум и моего дорогого старшего друга Яков Александровича Накатиса, как нашего доброго хозяина сегодня, организатора конференции, и всех присутствующих коллег в зале. Действительно так складывалось, что как-то не попадал я на конференции ФМБА. В Красноярск далеко, это вот в Питер можно прилететь, улететь, так сказать, и все сделать. И я поэтому, конечно, мы работаем в системе ФМБА и очень, так сказать, гордимся этим обстоятельством, обслуживая и Министерство здравоохранения, и Федеральное медико-биологическое агентство, как головное учреждение. Но суть не в этом. Я, Александр, поскольку уже задал деловой тон нашего разговора, я поэтому, если позволите, кроме просто слов радости, хотел бы несколько моментов уже чисто в таком профессиональном плане поговорить, потому что, конечно, и агентство, как крепкий камень, на котором стоят очень многие медицинские проблемы, решения, вернее, нашей страны и в целом на здравоохранение. Конечно, мы сегодня с вами переживаем очень важный этап. Утралингология – это не отдельная история, это органичный пласт и органичный, так сказать, раздел всего нашего здравоохранения и медицинской науки. И поэтому, конечно, мы сегодня, я вас просто к этому призываю, потому что это уже не к чьи-то, опять же, пожелания, а это ситуация, надо нам просто читать те документы, те задачи, которые ставит президент, которые ставит правительство, в том числе, естественно, перед нами эти задачи ставит и наш руководитель Владимир Викторович Уйба. О чем я говорю и где мы можем найти свое место в таком глобальном вопросе? У нас есть, сейчас уже вышла концепция здравоохранения до 2025 года. Многие читали, если кто-то не читал, почитайте. Там очень многие вещи написаны, те задачи, в которых мы с вами должны принять участие поэтапно. Это, безусловно, повышение уровня первичной медицинской помощи. У нас это слабое звено в отоленингологии. Отоленингологов не хватает на местах. У нас 9100 отоленингологов зарегистрировано по системе Минздрава, ну, наверное, с ФМБА, с ведомствами у нас достигается, наверное, ну, 1011-12. Но в первичном звене у нас проблемы. У нас проблемы с узкими специалистами. И за это нас очень часто, хотя мы в этом не виноваты, но возникают вопросы о том, что больше должны готовить кадров и привлекать туда людей, и помогать, самое главное, первичному звену. Вот это одна из наших проблем. Вторая проблема, я просто говорю по тексту этого нашего программного документа, по которому и министерство, и агентство, и все мы, каждый доктор в нашей стране должен жить. Вторая проблема, о которой я, Александр, уже сказал, это вопросы профессиональной патологии. Сегодня этому уделяется особое внимание. И, конечно, у нас, поскольку, я думаю, что если я скажу, что до трети заболевания в структуре профпатологии, это заболевания верхних дыхательных путей и уха, ну, со мной спорят, вот профессор Бухтияров только завтра собирается тоже приехать в институт, это директор института профпатологии. У нас в институте, как вы знаете, по заданию Владимира Викторовича, был создан профильный, единственный центр профпатологии верхних дыхательных путей и уха. Он не только профильный в системе ФМБА, он в целом в стране профильный. Это тоже тема, я не буду повторять, я, Александр, предельно четко осветил этот вопрос. Он этим занимается. Я просто хочу сказать о том, что это для нас тоже определенный вызов. Вопросы профессиональной патологии. Еще раз говорю, не только в системе ФМБА, но и в целом. Что еще? Вот когда мы с вами пять лет назад был, кстати, это произошло вчера. Вчера, 19 июня, пять лет назад, открылся федеральный научно-клинический центр в новом здании ФМБА России. Хотя институт много лет, но вот вчера, кстати, это был такой рабочий праздник, Яков Александрович. Потому что весь коллектив уехал к вам в Питер. Я вчера ходил, никого в институте нет. Одни только работают, начальство никого. Но это свидетельствует только от нашего уважения к вам и к сегодняшнему собранию. И вот мы тогда продекларировали, и как некую мантру, может быть, если хотите, повторяем все эти пять лет, что наша специальность – это междисциплинарная специальность, где должны быть представлены очень многие направления и развиты. Первоначально на это смотрели, как на очередное пожелание вперед. Но сегодня это стало реальностью. И сегодня, самое главное, мы, именно обладая этим арсеналом, я сейчас скажу, что я имею в виду, мы можем полноценно, не как какая-то узкая специальность, где-то там что-то, вот хирурги, вот онкологи, вот там прочее, вот они должны решать стратегические задачи. Нет, мы сегодня вернулись на самые главные площадки. Мы сегодня с вами вместе вернулись к пониманию того, что утреноларингологи должны… Сегодня главная задача в стране, которую определил президент, это вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями. И мы доказали сегодня и на всех и официальных мероприятиях, и научных мероприятиях, я, кстати, чтобы не забыть, в сентябре будет конгресс онкологический, который проводится под руководством главного онколога, нашего большого друга, академика Андрея Дмитриевича Каприна, он же стал и председателем ассоциации сейчас. У нас там большая будет секция, пожалуй, впервые. Мы доказали, что все вопросы диагностики в онкологии – это наши проблемы в плане головы и шеи. Все вопросы доброкачественных на образовании должны заниматься мы, потому что онкологи этим не занимаются. Я могу долго говорить, важнейший этап – это вопрос реабилитации, потому что сегодня этот вопрос стоит очень активно в целом реабилитации, в том числе и в онкологии. Но в онкологии сегодня это стоит просто ребром, потому что мне приходится очень много работать в силу своих общественных всяких нагрузок, общественной палаты и с пациентскими организациями – это как бы значительная часть моей жизни. И они ставят вопрос, да, нас излечили, а что нам делать дальше? Мы сегодня, вот Екатерина Владимировна сидит осипенка, возрождается школа пищеводного голоса, которое чисто российское было достижение, покойная Софья Леонидовна Таптапова. Такого нет ни у кого в мире. И сегодня эти школы пищеводного голоса, они ездят по всей стране, вот сейчас целые бригады на Дальнем Востоке, и занимаются реабилитацией. То есть реабилитацией, диагностикой в онкологии. Вот это наши вопросы. Поэтому многое-многое другое я сейчас не хочу занимать время, у меня не доклад, а просто вот обмен, как говорится, впечатлениями. Но я хочу сказать одно. Для нас еще одним важнейшим направлением является, как я уже сказал, подготовка кадров. Мы здесь должны быть консолидированы, мы должны этим заниматься. У нас с вами, как известно, с 1 января следующего года вступает фаза аккредитации специалистов от ларингологов. Это начинается с людей, кто закончил ординатуру. Дальше будет понарастающие. Это очень серьезные задачи, которые определяет Министерство, правительство и Федеральное медико-биологическое агентство. Это тоже огромное поле для нашей работы. Поэтому в плане подготовки кадров, милости просим, я не вышел сюда рекламировать учреждение, которым я руковожу, оно не нуждается в рекламе. И те люди, которые сидят в том числе и в зале, они известны, это ведущие специалисты в своих областях. Но мы это обсуждаем. Я почему об этом просил? Меня об этом просил сказать Владимир Викторович. Мы с ним разговаривали буквально вчера. Я сказал, что я поеду, потому что они сегодня проводят у нас там мероприятие в институте. Агентство. Он говорит, обязательно поезжайте. Я думал, он мне скажет, нет, останься. Он сказал, обязательно поезжайте, поддержите Яков Александровича. Но самое главное, скажите всем коллегам, от меня учиться, учиться и учиться. ФМБА называется спецназ медицины. Это правильно. Но спецназ должен быть квалифицированный. И Яков Александрович знает, о чем я говорю. Мы это обсуждали, поэтому еще и еще раз давайте готовиться, готовиться. Мы сегодня каждую неделю в регионе проводим различного рода образовательные мероприятия в разных регионах страны, от Дальнего Востока до Калининграда. Поэтому я вас всех призываю в этом плане. Давайте будем заниматься нашим образованием. В сентябре у нас итоговый годовой конгресс. Я вижу, что ведущий уже переминается с ноги на ноги. Я заканчиваю итоговый конгресс 20 сентября. Он будет снова там же, в Москве. В прошлом году было 2400 человек. Я вас приглашаю принять участие. Сидит, кивает профессор Русецкий, который самым активным образом этим занимается. У нас вместе, Юр, я просто тебя отпустил, сразу у меня это самое. У нас в декабре большой конгресс по пластической хирургии, в котором мы принимаем участие. У нас там две секции. Общие по ринопластике. Это тоже мы туда вернулись. Нас там тоже никто не ждал, как и в онкологии. Но мы туда вернулись и в пластическую хирургию. И будем двигаться дальше именно в плане расширения специальности и определения ее как междисциплинаром. В заключении хочу сказать, почему мы еще это делаем. Потому что только таким путем лучшие студенты медицинских вузов пойдут не в кардиохирургию, не в нейрохирургию, не в кардиологию, не куда-то еще. А будут говорить, мы хотим быть отриногологами. А сегодня, когда мы с Валерием Михайловичем уже вторую провели конгресс, студенческую олимпиаду, девочки сидят, хорошие девочки. Потому что в мединституте активный парень скажет, я хочу идти в нейрохирургию, в кардиохирургию. А девочки пойдут заниматься отриногологией. Это неправильно. Мы за гендерный подход в этом плане. Чтобы было больше талантливых мужчин. Мы еще много поговорим в кулуарах, но я думаю, вот эти наши задачи, они определены. Иностранные наши гости. Мы сегодня вернули Россию в ИФОС. Поэтому это тоже большое поле международное. Но в общем задач огромное количество. Еще раз спасибо за возможность встретиться, поговорить. Извините, что может быть задержал время. Но меня оправдывает то, что я сегодня уеду обратно. Поэтому и буду вам завидовать на белых ночах. Спасибо. Спасибо большое, Николай Аркадьевич. Для пресса слова приглашается директор Центра аудиологии слухопротезирования ФМБА России, профессор Георгий Абелыч Таркеладзе. Добрый день, уважаемые коллеги. Я все-таки вернусь к нашей конференции. Не буду говорить о нашей большой и многогранной специальности. Спасибо, Яков Александрович, что я не согласен с вами, что так получилось. Что вы предугадали и приурочили белые ночи к нашей конференции. Спасибо вам за это, потому что это действительно фантастическое явление. И конференция наша, шестая, уже стала фантастическим явлением. Мы начинали с малого. Один зал. Сегодня мы видим программу. Она многогранная. Она действительно прекрасна. И прекрасно то, что здесь собрались лучшие представители нашей специальности, с которыми мы будем обмениваться мнениями. Я желаю успехов в конференции и хорошего вечера в белые ночи. Спасибо большое, Георгий Белыч. И завершающее пресное слово приглашается директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи профессор Корпичик Исклиен Атольевич. Пожалуйста. Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги. И я бы все-таки добавил еще, что и заведующий кафедрой отоларингологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Это все-таки, на мой взгляд, очень важно. Это моя жизнь, моя судьба. Сейчас вот другое рабочее место является основным, но все-таки первый мед остается в сердце. И я продолжаю руководить этой кафедрой и клиникой. Низкий поклон коллективу. Но мы вышли немного за пределы регламента, поэтому я, с одной стороны, постараюсь быть немногословным, с другой стороны, не воспользоваться такой возможностью этой трибуны нельзя. И прежде всего, конечно, я бы хотел выразить слова признательности Якову Александровичу Накатису за то, что организовано такое мероприятие, поскольку Петербург вообще славен событиями в период Белых ночей, но отоларингологические события проходят у нас практически каждую неделю, иногда накладываясь одно на другое, это вызывает некоторые турбулентности у организаторов между собой. Но вот Яков Александрович как раз тот самый человек, который всех объединяет и успокаивает. Поэтому вот такая очень деликатная работа по заботе и консолидации общества отоларингологов в Санкт-Петербурге, это очень дорогого стоит, за это низкий поклон. И вот надо поучиться воздействовать на всех так, чтобы это было без насилия, откуда-то сверху, очень деликатно, мягко, и мне кажется, это очень большое мудрое дело, за которое мы благодарны. В первый день на открытии конференции рано говорить об итогах, но конференция для большинства членов факулти и лекторов началась вчера вечером, поэтому мы поприветствовали друг друга вчера, сказали добрые слова о конференции, об оргкомитете, о Санкт-Петербурге, но я все-таки готов сказать, что мы можем говорить об определенных итогах, поскольку это шестая конференция, а аудитория и программа говорят о многом. Это уже определенный итог, и если видишь в зале и в составе факультета таких спикеров, то понимаешь, что конференция обречена на успех, я вас с этим, Яков Александрович, тоже поздравляю, потому что это итог ни одного десятилетия в специальности и ни одного десятилетия руководящей работы. Без опыта этого добиться абсолютно невозможно. Каждый из нас хотел бы провести конференцию, но поверьте, это невозможно, не имея определенного достаточно большого опыта. И вот, глядя на программу, не могу не отметить и не поблагодарить за то, что, по сути, начинается конференция с ринологии. Обычно все с этиатрии начинается, но вот это та самая конференция и то самое обстоятельство, которое говорит о таком незримом, деликатном патронаже. Дело в том, что ринологически Петербург является столицей мирового конгресса 21-го года. И вот здесь я вижу очень мягкий, деликантный намек и изменение вектора, временное пускай, но все-таки в сторону ринологии. Ну и, естественно, это анонс, опыт показывает, что анонсы лучше проводить на открытии, а не на закрытии конференции, куда мало кто приходит. Вот, держите в голове и в своем календаре, Санкт-Петербург — это столица мировой ринологии 21-го года, середина июля. Там мы тоже подведем определенного рода итоги. Спасибо и успеха уже, собственно, в технической части конференции.